сегодня у нас на обзоре вот такой уникальный телевизор это за сэро новинка от samsung и она умеет делать вот так зачем и что она умеет еще давайте разбираться вертикальный экран для вертикального контента помните как люди ругались когда кто-нибудь снимал на мобильник забыв повернуть его в горизонтальное положение мол чё ты творишь держи нормально как это потом смотреть то довольно очевидно что те времена постепенно уходят в прошлое а им на смену приходит эпоха роликов в тик токи и stories в инстаграме которые снимают на смартфон для смартфонов и поэтому делаются они в наиболее удобны для данного устройства портретной ориентации тут возникает вопрос а как бы устроить так чтобы можно было смотреть подобный контент на более крупном экране и samsung представила за сэро первый в мире телевизор который умеет автоматически поворачивать экран тем самым принимая идеальную форму для просмотра вертикального контента тут надо оговориться и сказать про основное предназначение устройства в этом виде чтобы не возникло недопонимания за сэро предназначен не для того чтобы заменить мобильник а для того чтобы стать вторым большим экраном мобильника для этого вам понадобится девайс на android 10 в идеале от samsung тогда откроется еще пара удобных фишек вроде возможности повернуть экран сэро наклонив телефон но это не обязательно смысл в том что android 10 позволит продублировать изображение на телевизор с помощью приложения smart view то есть вы управляете происходящим с телефона а смотрите контент на большом экране там где нужно четко тыкать в определенные точки например в играх глядеть приходится конечно больше на смартфон но пролистывать посты и ролики в соцсетях где 90 процентов движений широкие свайпы в разные стороны можно вообще не отрывая взгляда от телевизора думаете это странно неудобно так вот ничего подобного это оказалось не просто легко а как-то интуитивно и естественно что ли и специально переучиваться и заново привыкать не потребовалось наоборот сразу возникло ощущение словно все так изначально и задумывалась и ты это уже умеешь такой вот неожиданный но приятный сюрприз QLED 2020 в отличие от QLED моделей samsung с более крупным экраном здесь поменьше углы обзора в остальном же это хороший качественный телевизор среднего размера панель с разрешением 4к и поддержкой hdr 10 плюс с частотой развертки 60 герц с диагональю 43 дюйма с честной и сочной цветопередачей да на всякий случай для тех кого вероятно смутило название QLED это собственная технология samsung и QLED она никакого отношения не имеет в телевизоре the seros стоит IPS матрица поэтому в отличие от панелей на органических светодиодах его экран не подвержен выгоранию он не потускнеет через несколько лет а всевозможные логотипы и менюшки висящие длительное время в одних и тех же местах не приведут к появлению пятен в числе технологий входящих в QLED стоит упомянуть так называемые квантовые точки они позволяют панели создавать чистый белый цвет что помогает предотвратить искажение цветов при изменении яркости процессор quantum при помощи искусственного интеллекта делает автоматический апскейл контента любого разрешения до 4к и хоть вполне очевидно что нативный 4к здесь выглядит значительно лучше позволяя разглядеть более мелкие детали но и скажем full hd да и просто hd смотрятся очень и очень прилично а вовсе не как растянутая замыленная мазня имеется множество настроек не только яркости контраст можно подкрутить улучшение видимости темных областей на высоких цифрах эта опция позволяет разглядеть множество деталей если действие на экране происходит в неосвещенном помещении например есть несколько вариантов дополнительного усиления контраста реально полезная вещь присутствует выбор основного оттенка изображения из четырех вариантов можно поставить более холодный а можно более щадящий теплый в котором картинка отклоняется в сторону эдакой сепии и чистый белый цвет уже не режет глаза так сильно даже при высокой яркости имеется интеллектуальный режим который может подстраивать изображение и звук под ситуацию в комнате соседи внезапно решили устроить ремонт и долбят стены с нерегулярными промежутками можно конечно катать туда-сюда кнопку на пульте стараясь сделать потише пока они отдыхают а потом громче когда они снова принимаются за работу но вместо этого достаточно включить данный пункт причем в нем тоже есть несколько вариантов опции которые можно по желанию активировать или деактивировать в частности среди них присутствует более точечно работающий активный усилитель речи который в зависимости от шума вокруг регулирует не общий уровень громкости телевизора а конкретно человеческую речь помогая разобрать голос актера или блогера звук 41 вообще за звуком здесь все интересно колонки находятся в подставке это позволило инженерам не церемониться с их размерами расположить под экраном 4 динамика направленных прямо на зрителя и даже добавить сзади сабвуфер для системы на 60 ватт звук впечатляющий вот уж и редко про какой телевизор можно сказать что у него крайне приятный полный звук с мягкими басами а у вас и ро именно так имеется bluetooth причем его можно использовать в обе стороны в том смысле что вы можете подключить bluetooth колонку или наушники и при просмотре телевизора слушать звук через них но также и сам телевизор подключить скажем к телефону и использовать как bluetooth колонку при упомянутом качестве звучания это отличный вариант есть еще два способа подсоединения внешней аудиосистемы вай фай и вход hdmi ярк телевизор поддерживает кодек dolby digital плюс так что вполне можно расставить по комнате какие-нибудь дополнительные колонки для того чтобы сделать звук вокруг вот вывод на подставке телевизора с задней стороны помимо входа hdmi с расширенным обратным аудиоканалом располагаются еще два входа hdmi входа для телевизионного кабеля и спутниковой антенны предусмотрен адаптер common интерфейс для cam модуля также есть два usb входа к одному из которых на 1 ампер предполагается подключать например портативный жесткий диск для управления телевизором в комплекте идет пульт с которого одинаково удобно и по приложениям перемещаться и настройки переключать и по интернетам прыгать но можно также дублировать его функционал на мобильном девайсе установив приложение smart things игры при подключении hdmi кабеля от xbox или playstation телевизор сразу определяет что там за устройство на другом конце провода и готовится перейти в игровой режим низкая задержка и высокая скорость отклика позволяют пользователю насладиться играми в 4к 60 fps не размазывая изображение по экрану и здесь также есть несколько дополнительных настроек динамический эквалайзер черного при выкручивании на максимум улучшает видимость в темных сценах причем действует он более тонко и избирательно нежели упомянутое ранее общее улучшение деталей теней влияющие на всю картинку целиком получается что для геймеров есть сразу две отдельные опции позволяющие видимость в скудно освещенных областях подстроить под себя и при необходимости скорректировать под каждую игру система motion плюс увеличивает плавность и снижает дорожание изображения судя по всему данная технология достраивает дополнительные промежуточные кадры и срабатывает там где например сложный для железа консоли момент подобный режим кстати можно включить и для другого контента не только для игры помимо консолей например настольного пк или ноутбука в их случае телевизор подрубленный по hdmi определиться как 4к монитора есть набор игр которые можно запускать на самом the server без подключения дополнительных устройств и играть в них прямо с пульта это простенькие мобильные тайтлы причем есть и модные гиперказуалки в частности tags устанавливаются они через внутренний сервис apps приложение здесь собраны все самые популярные сервисы для смарт-тв netflix amazon prime видео apple tv ivy me go go кинопоиск hd различные приложения для просмотра телеканалов прослушивания музыки и так далее не обошлось конечно без youtube и twitch а также собственного полноценного интернет-браузера есть галерея samsung которая подключается к вашему облаку и позволяет листать фото и видео которые вы туда загрузили с других устройств есть steam link да если вам лень тянуть hdmi кабель от пк к телевизору для стимовских игр можно его и таким вот образом через вай-фай подрубить а также есть возможность подключиться к вашему пк через удаленный доступ установить беспроводное соединение с компьютером или ноутбуком по вай-фай директ либо если вам просто нужно поработать с какими-нибудь текстами воспользоваться встроенным приложением microsoft office 365 тут правда без подсоединения к телевизору клавиатуры и мыши вас не пустят и пульт ду уже не поможет компактность мобильность и интерьерный режим еще одна вещь которую крайне редко можно сказать про современные телеки за серо занимает не очень много места под него не нужно выделять пол стены и громоздкую тумбу во многом это благодаря вертикальному режиму то есть телевизор получается почти складной хотите посмотреть кино повернули в горизонтальный вид хотите покрутить тикток с мобильника на большом экране или выключить устройство и освободить место повернули обратно тут возникает вопрос а нельзя ли телевизор куда-нибудь отодвинуть если в данный момент его не предполагается использовать а место в комнате нужно для чего-то еще просто так каждый раз перетаскивать надорвешься но можно дополнительно приобрести за серо уилл это специальные колесики установив которые вы сделаете его не только компактным но еще и мобильным требуется освободить место перевели вертикальный режим и отодвинули куда-нибудь в угол хотите посмотреть тв выкатили на середину комнаты в подставке с колесами также есть специальные ножки которые можно выкрутить на необходимую длину чтобы телевизор сам никуда не укатывался ну а если вы не хотите никуда устройство переставлять есть возможность вместо выключения перевести его в ambient mode специальный интерьерный режим низкого энергопотребления в нем можно выбрать что-то функциональное часы и прогноз погоды или подобрать какую-нибудь красивую картинку или анимацию под настроение подкрутив цвет фона чтобы он соответствовал окружению набор вариантов довольно обширный от забавной уточки до всевозможных абстрактных узоров и конструкций если вы просто переведете the server в портретную ориентацию скажем нажав соответствующую кнопку на пульте до телевизор автоматически перейдет в похожий интерьерный режим но уже для вертикального формата здесь тоже есть различные варианты фонов распределенных по блокам есть набор из стильно оформленных часиков в разделе плакат находятся различные фоновые изображения присутствуют также атмосферные анимированные заставки они обозначены как синемограф вы можете загрузить собственные фотографии со смартфона и вывести их на экран здесь в блоке мои фото еще есть обои с таким характерным колечком слегка погруженным в воду это sound ring один из вариантов так называемый звуковой стены если через bluetooth выводить звук со смартфона на телевизор то в этом режиме изображение будет реагировать на музыку и того the server отличный телевизор для представителей мобильного поколения у которых есть желание смотреть контент со своих портативных девайсов на экране нормального размера либо для тех кто хочет себе качественный современный телевизор но при этом не хочет занимать всю стену огромной панелью приятное удобное компактное многофункциональное устройство и и и Субтитры сделал DimaTorzok